Привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushin.ru, www.3wbudublog.ru и www.3wmakevar.ru Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это. Лето – это очень хорошая пора во всех отношениях. Для тех, кто спортом занимается и для тех, кто спортом не занимается. И Пушкин бы любил бы лето, если бы ничто. Ему мешало лишь одно – зной комары да мухи. То, что портит лето. Во всем остальном лето всегда – это хорошо. Особенно сострадают те, кто в силу каких-то причин, то есть обстоятельств, должен быть неподвижен, находясь на улице. Прежде всего неподвижен. Я поясню, кто это может быть. Это люди, которые занимаются цигун, те, которые практикуют какие-то дыхательные практики, тренируются, практикуют йогу. Но и в не меньшей степени страдают те, кто активно занимается на улице, при этом находясь в основном в одном каком-то месте. Понятно, если вы едете на велосипеде или быстро ездите. Даже если через лес вы едете, но быстро. Или бегаете бегом – тоже быстро. Та комары, они не смогут угнаться за вами. Я про слепные пока не говорю. Не смогут угнаться за вами. И они вам особо не страшны. Но вот если вы работаете на перекладине, с петлями TRX, занимаетесь воркаутом, кроссфитом, работаете на груши боксерской, работаете бой с тенью, то есть вы находитесь в одном каком-то месте. У вас площадка там 5 на 5 может быть. И вы вот находитесь на ней. Чем вы больше потеете, тем вы больше привлекаете насекомых. Они любят этот запах. Опять же, у вас температура тела повышается, они видят инфракрасное излучение ваше, и они к вам устремляются. Вы для них просто подарок судьбы. А так как вы еще спортом занимаетесь, то, скорее всего, вы будете выглядеть так, как я сейчас. То есть у вас будет майка и шорты. А может быть, даже вы будете без майки, да, с голым торсом. И у вас просто задолбают эти комары. Если же вы занимаетесь йогой, цигун, вы сели на коврик или вы там в столбе встали, да, вас просто зажрут. И ни о какой концентрации не будет идти речь. Конечно, можно будет игнорировать их, да, действительно. То есть уйти в глубокое самозозерцание и считать, что эти комары это как испытание дополнительно. Вы так абстрагирулись от всего этого дела. И побеждаете это все только в полном самоконтроле. Да фигня все это. Зачем? Это не нужно. Я, значит, занимался йогой с очень серьезными инструкторами, с мировыми специалистами некоторыми. Вот. И всегда, когда мы занимались с ними на улице, они всегда-всегда говорили, возьмите с собой вот такую вещь. Что такое? Это спреи различные, или средства от комаров и насекомых вообще. Вообще. В том числе и в нашей полосе от клещей. Будете в лесу заниматься, колотить березку какую-нибудь или заниматься под ней. Поймаете клеща. И дайте бог, чтобы он был просто клещ, а не какой-нибудь энцефалит. Был случай у меня, когда, ну это лет в 25, наверное. Когда у меня камень был лет 25, впился клещ мне в шею. Ну, ближе к уху. Заметил я его только через день, наверное, да. И то случайно в зеркале. Я его не чувствовал практически. Я его вырвал, а головка осталась там. У меня тангина такая была после этого. Это просто какая-то немыслимая. То есть, у меня, значит, узлы лимфатические все вокруг так воспалились. Это связывают только с тем, что головка там была. И пока ее не вытащил, пока я не вытащил, у меня температура была 40 градусов несколько дней. Вот. И слава богу, что это не было, ну там энцефалитный клещ. То есть, фактически просто там инфекция попала. Все. И она генерализованно стала развиваться. Вот таким вот образом. Поэтому, на самом деле, насекомых не надо бояться, но их надо предотвращать просто проблемы, которые с ним связаны могут быть. Вот и все. Так вот, на самом деле, я и рекомендую поэтому, значит, использовать всем, кто занимается спортом на улице, спрей. Вот вопрос в другом теперь, да. Как выбрать? Что лучше выбрать? У нас, на самом деле, это не тривиальный вопрос. Мне доводилось видеть такие вещи. Приезжают люди на охоту, рыбалку, и говорят, ну взяли там от комаров средства. Они его достают, а использовать его нельзя. Оно работать не будет. Я сейчас объясню, почему. Потому что они бывают разные. Есть они от такого плана. Я поясню, что это такое. Нажимаешь сюда, оттуда появляется что? Вот такая вот штучка. То есть, фактически, это чем-то напоминает пену для бритья, которую надо вот так вот намазывать. И все. Я хочу сказать, что действует оно очень хорошо, такое средство. Просто великолепно. И действует оно долго. Почему? Потому что, когда вы растираете его, вы фактически, вот, укрываете всю поверхность кожи. Она частично проникает в средство, в поры, да. Оно закрывает абсолютно все, да. Вот. И втираете в кожу, и кожа даже, как бы, она пропитывается слегка этим всем. Поэтому средство действует достаточно долго. Но момент один очень важный есть. Он связан с тем, что действует это средство. Вы нанести его можете только на открытые части тела. То есть, тот, когда вы занимаетесь с голым торсом на улице, вы можете полностью намазаться этим средством. Намазать ноги, если вы в шортах. Намазать руки. Намазать лицо, шею, спину, живот. Все. Замечательно. А почему не действовали средства некоторые, когда мы приезжали на охоту, рыбалку, пикник? Люди брали такие средства, и они могли намазать им только лицо, кисти, рук. А сами они были в одежде, которую снимать не хотелось, да. Если, конечно, снять, намазаться, потом надеться, то будет все замечательно. И вот здесь уже выручают совсем другие вещи. Вот такие вот. Это другое средство. Это спрей. Он пшикает, да, так. Видите, да. Вот это средство замечательно подходит тогда, когда вы находитесь в одежде. Вы можете напрыскать одежду всю, не раздеваясь. Где-то средство будет работать. Оно будет отгонять. У него есть маленький минус. Оно быстрее выветривается. Наносить его на открытые поверхности тела, просто впрыская. Не очень рационально действует... То есть эффективность будет низкая. Почему? Потому что спрей, он не проникает. Вы его не размазываете, да, по телу. И он действует только в то место, куда попали вот эти микрокапельки. К тому же они не проникают в вашу кожу. Вы не втираете их туда. И что получается? Он как будто лаком покрывает кожную поверхность. А потом испаряется с кожей. Вот. Поэтому эффективность будет достаточно низкая. Можно, конечно, чуть-чуть усилить эффект его. Каким образом? Если вы напрыскали, там, предположим, на руку, да, таким образом. Можно втереть. То есть укрывистость будет лучше. Но у них, скажем так, основы разные. У этой вот основы более долгая. Она хоть и не масляная, но она какая-то долгая. То есть кожа как будто покрыта кремом. Этот испаряется махом, как будто вы протерлись андеколоном. То есть совсем следствием другого плана. Вот. Я что рекомендую? Здесь нужно руководствоваться вот несколькими, да, подходами. Значит, во-первых, как одеты вы? Если вы в одежде, лучше воспользоваться таким средством. Если вы можете раздеться и натереться, лучше воспользоваться таким. Какое есть у этого средства преимущество, которое надо растирать? Но чаще всего можно найти такое, которое, значит, обладает достаточно приятным запахом. То есть там, ну, там дужки нормальные. Именно в силу того, что подразумевается, что вы втирать его будете, оно менее, ну, вонючее. Реально. То есть оно чаще даже можно найти, которое неприятно пахнет. Вот. И у него ядовитость меньше, потому что подразумевается, что оно будет проникать немного в кожу. И из кожи может произойти резорбция его в кровь. Вот эти же средства, которые прыскаются, они ядовиты очень. Чаще всего по запаху они напоминают реально дихлофоз. Вот. Поэтому прыскать его на лицо, там, например, да, там, лучше не прыскать так никогда. И чтобы и не дыхать его даже, лучше попрыскать на руку, потом намазать лицо, если у вас нет вот с собой такого. И именно поэтому, именно поэтому я рекомендую с собой, если вы ходите куда-то тренироваться, ездите на велосипеде, рюкзак у вас есть, или вы, там, с собой сумку взяли, да, там, тренироваться, лучше брать оба. Этим натирать открытые части тела, этим опрыскивать одежду. Ну, и разумеется, если вы собираетесь идти тренироваться, а сами находитесь дома, тут вообще проблем нет. Вы в туалет зашли, вот этим натерлись, который надо намазывать. И оно будет действовать два часа. Все, можете с собой тогда вообще ничего не брать. Хотя, если есть возможность есть, то лучше взять. Почему? Выветривается, выветривается все равно. Вот. Так что, вот такие пироги. Используйте. Это очень хорошо, когда вы особенно в статике. Есть упражнения, которые подразумевают глубокий самоконтроль. То есть, надо стоять, например, в столбе не шевелясь. Делаете като санчин или тэншо. Делаете ли какие-нибудь энергетические комплексы, дыхательные практики. У вас руки делают какие-то пассы. Они должны двигаться в определенной последовательности, в определенных направлениях. И, конечно, будет просто нелепо, если вы будете мешать сами себе, когда вы делаете движение, там, убиваете комара. Ну, это не то. Вы и ломаете сам ход энергии в этих упражнениях. Это раз. Два. Вы не концентрируетесь. Ну, и три. Вы просто не выполняете форму так, как надо. Все. У вас уже нет упражнения вообще никакого. Надо концентрироваться на том, если возможность есть, над чем, чем вы занимаетесь непосредственно, что является главным в данный момент. И, конечно, никакие комары вас отвлекать не должны. Могу сказать, что существует, вот, кстати, написано, три часа действует от средства. А это? А это? А это? А это? А это? Полчаса. Полчаса. Вот так вот. То есть, эффективно. Так-то, ну, вот, написано, что действует до пяти часов. Ну, значит, эффективно действует полчаса. Ну, так и есть. На самом деле, на практике все дело проверял. Мало оно работает. Ну, полчаса – это, да, реально, может быть. Может быть. Не больше. Это вот час-полтора. Так вот. Какие средства? Они бывают от комаров только. Бывают универсальные. Бывают от клещей. Значит, что выбрать? Вот я хочу сказать вам, что универсальных средств на самом деле не бывает. Ничего не бывает универсального. Берите то, от чего вы собираетесь реально защищаться. Если вы собираетесь реально защищаться от двух видов насекомых, да, например, от комаров и клещей, вы видите, в лес. Надо пользоваться от комаров средством и от клещей. Бывают иногда, правда, специально для леса самосредство, где именно два в одном. Но там так написано – от комаров и клещей. Но не берите те, которые от всего. От всего – это значит, от всего плохо. Потому что от всего, но от всего плохо. А надо, чтобы от чего-то, но хорошо. Вот. Если вы собираетесь защищаться от там оводов, слепней, вот там, когда жар, когда вы там около воды, когда сезон, когда они вот такие, эти жужелицы летают, которые иногда по размеру бывают, как цикады. Вот. Берите от них, от слепней. Потому что комаров в этом месте, там, где слепней, может и не быть вообще, да. Вот. Используйте так. То есть так будет эффективней. Ну, и, в общем-то, все. Занимайтесь тем, чем вам хочется заниматься, а не тем, чтобы бить на себе насекомых. Удачи! Удачи!